МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первыми замечают утопающего. Репортаж Ольги Музурак. Руби, расскажите, пожалуйста, каково вам на службе? Мне все нравится, скажи. Мне все нравится. Я стесняюсь немножко, но мне все нравится. Несмотря на свой грозный внешний вид, эти большие пушистые собаки следят за порядком на воде и готовы приплыть на помощь в любую секунду. На этот раз местом несения службы стал праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Друзья, ну что, не будем терять времени. Мероприятие считаю открытым. Традиционно будут проходить мастер-классы по саборду. Сегодня будут новые мастер-классы по каякингу. Будут, соответственно, показательные выступления на аквабайке и на флайборде. Также у нас будут прогулки на вейкбордических катерах с показательными выступлениями. Программа обширная и связана с водой. Важно обеспечить безопасность участников мероприятия. А в этом хорошие кинологические расчеты. Служба спасения на водных объектах Москвы вместе со своими четвероногими помощниками. Они регулярно оттачивают свои навыки. Руби, например, всего пять месяцев. Она уже знает все команды и на отлично справляется с поставленными задачами. У нас в прошлом году не стала собаки Абигаль, которая спасла двух человек. Это ее сестра. Взяли тоже породословно, тоже с нашего помета все. То есть она работала до последнего дня. Собаки породы Ньюфаунлен уже давно зарекомендовали себя в качестве спасателей. Они способны тянуть в воде груз весом почти тонну. Иди камни мою. Иди камни. Их чутью можно только подивиться. Кинологи говорят, порой человек может не понять, что кто-то тонет. А собака уже плывет на помощь. Собака именно к нему подплыла. Тогда я уже определил, что человеку плохо. Как правило, утопающий он не кричит, ничего. Держится как-то за воду и уходит под воду. Ну и куда же без экспериментов. Мы решили на себе испытать, как работают хвостатые спасатели. Спасите! Спасите! Вот условная ситуация. Я потеряла весло и мне нужно как-то попасть на берег. Водный патруль спешит на помощь. Служебный пёс без труда справился с заданием, чем очень порадовал юных зрителей. Они очень хорошие, промецательные, очень воспитанные. А ты знаешь, для чего эти собачки нужны? Чтобы доставать тех, кто утонул и может выбраться. Красивое шоу с трюками – один из способов донести до ребят важность правильного поведения на воде. Собственная безопасность всегда на первом месте. А культура спорта, которую демонстрируют профессионалы, только располагает. Каждый ребёнок мог погрузиться в удивительный мир водного спорта. Тем временем собаки из кинологического расчёта службы спасения на водных объектах не теряли бдительности. В этот раз, к счастью, им пришлось окунуться только, чтобы охладиться. Пусть у них будет поменьше настоящей работы, потому что на самом деле работа их очень серьёзная и очень важная. Дети тонут регулярно, и собаки, да, они молодцы, и тренеры молодцы. Ольга Музырак, Игорь Степанов, Юрий Лопатников и Михаил Жилин. Москва-24.